биджей бляшкович представляет hello guys с вами снова дмитро и сегодня мы будем проходить с вами третью миссию возвращение потерянных земель 22 саундах нужно для того чтобы эту миссию пойти не 5 звезд и 30 и чтобы просто пойти 1411 еды поет изначально 50 до 150 ручей силы если честно на моей памяти нет что это в истории реально было но может быть может быть и было может я просто недостаточно начитанный человек но не менее будем мы османской империи захватывать африканский континент сейчас а именно тунис гвардейцами почему-то генерал индейский стоит ну и ладно также кайруан с двойными гренадюрами а уже с двойными гренадюрами и вот этот неизвестный городок с двойными главными так в испании нам ничего не нужно что мы имеем фрегат двойных артиллеристов милиновича тайных гвардов ракетницу двойную двойных артиллерии и наконец-то тайных гренадёров паши и назначение назначим кавалериста в качестве гренадёров то есть гладейцев мка давайте я хочу проверить кое-что давайте еще раз гляну давайте продолжу качать я в основном ставлю это для того чтобы качать в принципе аналогичным способностям вполне из богатю ну ладно накидницы поставим наполеона а на пушку то или на нельсона не буду ставить просто потому что нам по идее может понадобиться корабль если он нам действительно очень понадобится придется назначать чем у него кого-нибудь плюс у меня в голове еще гены что что убить еще кавалериста если мы будем не успевать поскольку тут гористая местность как вы видите добраться будет проблематично мы пробуем часть наших войск провести по воде как минимум до ужина а и вот еще что пашу нельзя потерять как вы видите там я уничтожил немного неприятелей мы еще можем отказать полема но я думаю что лишние враги нам ни к чему англичане еще помогают еще и генерал какой-то ладно номера то я думаю наверно высадим а слава слава не могу сказать что стоит высадить сюда не лучше это идея я думаю приблизимся вам поедем наверно дальше тут у нас просто защита пехоты пехоты ладно ленина вечерин подойдем выстрелим ну и миратом начнем атаку видите все она не выйдет ну а паша поплывет дальше я думаю тут стоит только мирата высадить он всех порубит вот только переньона мы еще поубиваем тут когда появится возможности все третийским корабликом смотрим что можно сделать англичане пытаются отстаивать что-то тут он сейчас дадим будет перейдем мы куку слишком уж он так ну как я тут говорит про то что у нас на море можно разбить к сожалению его ванильные мечты исполнены не будут так нет пошли мы поплывем я думаю вон смелиновичем начнем атаку на вот этого генерала ой я тут не очень умно поступил потому что поранил сонова ну ладно так я верен еще один выстрел номерат я думаю наверняка добить должен нет ну ладно я оценю я свои силы тут кстати кавалерист может на милиновича напасть любят они на калеристов нападут ну мы его тогда сразу покрошим а вот тут вот не самая хорошая штука случилась ой суров как-то слабо какой-то удар нанес так и милицию построили если милицию построили то в принципе мы с ним должны справиться давайте мы тут выстрелим вот тут выстрелим милиция сдачи давать не умеет продолжим плыть ну я думаю хоть немного хорошо что нам тут не дают ничего такого что если бы союзник атаковал не тайную страну она бы с на я побоевала сейчас мы могли бы быть в неприятностях так тратый гаунд у нас начался вон пошел и плывем дальше плывем огонь и тревелем добью это я думаю из самых простых юнитов на охрану поставить здесь нормально будет не обход помогают нам тут здесь пушкари затеяли а мы выдвинемся к ирлану и в следующем ходу уже если нам повезет мы сможем его занять давайте тут еще хроников поставим в принципе можем тут одного милиновича еще высадить чтобы слишком трат много у нас не было и корабль больше нам ничего не нужно пойдем спокойно дальше не только уж поплыть таким вот образом собираем ход испанские корабли уже плывут поэтому не очень выгодно и взв частный ситуация у нас и навич острелик в арт елиистом ну а тут мы начнем так тут где-то 30 если бы но все эта точка теперь наша тут он хочет купить давайте уже прямо сейчас высадимся покрушим милицию нет тут корабли у нас безопасно таким там походить можем я тут смотрю не стоит все убили они зачем-то с этим не интересно почему им стал неаполем мне кажется такого не было все кайлан наш и к восьмому раунду мы имеем практически все все для того чтобы можно было продолжить ума уже а а а Нам осталось 10 раундов, чтобы добраться до Марокко и всех там порубить. Тунис проиграл. По направлению к нам генерал ОГА идет, 278, выполнил, поэтому накрываем его в тибири. Тут мы сейчас не самое умное решение использовали. Ну ладно. Возвращаемся. Можем тут состояние улучшить. Но думаю пока не нужно. Тут сейчас много кто ходил, поэтому пропустим давайте. Тут пошаренный. Снова потеряем. Ход битвы будет у нас на самом лучшем. Так. Давайте такую конницу поскольку она. Может нам больше опасности принести. Паша придется им тут занять и ничего не делать. Кроме того, чтобы хоть как-то урон понизить. такую корабль. Ну а здесь мы можем, конечно, пробиться дальше. Ну а кто его знает, что на уме у этого ОГА, то он будет атаковать Сурова или Пашу. Ну ладно. Давайте рискнем. Пробуем пробиться гвардейцами. Так, еще кем-то походить мы можем. Как раз пошли, но мы не будем ничего делать. Нам чертовски повезло. Поскольку Паша жив. Но у нас чуть мораль понижена. Еда у нас вроде спокойно с ней все. С едой. Почему? Я не знаю. Что-то случилось. Сейчас нам надо будет разобраться быстро. С пускалями всякими. И добраться, наконец, до завитного Ужирчика. Еще немного. Перекроем. Я, конечно, понимаю, что это нам будет урона стоить. Тут больше ничего поделать не выйдет. Ладно. Такой багаж, чтобы он нас больше не беспокоил никогда. поставим тут охрану самую примитивную. Тут мы добираемся уже до позиций неплохих. Я надеюсь, что Пашу трогать не будут. А если и убьют его, то это не закончится фейлон миссии. Меняю ход. Пашу не тронули к счастью. Так. Тут ясно все. Предельно. захватим тут кусочек. Будется нам пойти в атаку. Милинович слишком вяло атаковал. Ревелем атакуем филистов. Боже мой. Я тут в платовой ситуации практически, поскольку они могут выстроить. Ладно. Поставим тут охранников дешевеньких. Тут ничего делать не будем. Пускай выносят, зовут нам этот. Чтобы радости не доставляет. Все. И тут подойдем еще. меняем ход. Выпустим. Так, а где же наш Паша? Походу его все-таки убили. на его убийство это ничего особенного не принесло. В таком случае я рад. И могу больше не волноваться. на этот счет. Милинович как-то лупаха ползет, по богу. Да, теперь искнем. Я не думаю, что лжи очень сильно атакуют. Все. Сменим ход. Все. Сменим ход. Почему-то пошли как-то нелогично. Тут мы добьем милицию. Ну а наполеоном мы проберемся к артиллеристам и начнем их уничтожать. Сменим ходить. Надо будет, наверное, конница подойти вражеской. Чтобы не мешало. Особенно. Так, ну. Корабликом мы можем еще пойти добить вот этот. Ну нормально. Сменяем ход. Пятнадцатый тут раунд. Уже. Надеюсь, Сулейман на нас не пойдет сейчас. Сколько не хотелось бы с ним сражаться тут. Яйцо мы вынесли. Да. У нас не хватит пока. У нас еще корабль есть. Нужно атаковать. И все. Так. Теперь надо быть бдительными. поскольку. Поскольку Сулейман к нам все-таки выступил. Ну, у нас есть против него вот это. Лассаль ездит далеко. Ненадежно. Элинович будет держать оборону. И купим мы еще тут линейцев. Так. Кругом тут враги. Опять наш завод могут занять. Ладно. Так. Ну, еще кем-то можем проходить. Но не вижу в этом особого смысла. В данный момент. Увидим. Так. Ну, сейчас мы пошли очень неплохо. У нас непосредственная задача пока. У нас Сулеймана задержать. Пытаться. Здесь при помощи Милиновича с Тривелем держать оборону. Можем мы еще прикупить одного охранника. Так называемого. Так. Ну, все. Еще 30 к рублям можем открывать. И меняем ход. Если Сулейман вернется. Ой, у нас 40-то какой раненый. 160 нам нужно, да? В принципе, единицы еды позволяют то, чтобы уравновесить. Немножко. Давайте Сулейман проапгрейдим. Чуть-чуть. Все. Сулейман больше нам угрозы подставлять не будет. Мератом. Так. Плечек нету у меня. Мератом. Мы пойдем в атаку по гвардам. тут займем все таки мы позицию начнем вагону неприятели но я могу не успеть буквально в один раунд два раунда осталось как вы видите так здесь мы пойдем таким вот образом и мы все-таки успели прямо сейчас даже вас и не понадобился что ж вы заработаете в этой графе 50 недалек да я заботу 25 поскольку я уже говорил это оставшуюся часть которой я не заботу если нас дополнительно вместо моих генератор можете использовать других либо добавить еще одного за миндальки может быть намного другим поэтому качайте их через айлуб на этом все с вами был дмитров подписывайтесь на мой канал ставьте пальцы вверх всего доброго увидимся завтра в следующей битве и помните что все самое интересное еще впереди у меня есть